всем привет этот дмитрий горчаков сегодня я решил сделать небольшую воскресную подборку атомных новостей за последнее время и сегодня мы поговорим о годовщине чернобыльской катастрофы о том какие новые атомные станции планируется строить в россии о том почему в сша под нью-йорком закрыли атомную станцию и в качестве интересного бонуса история о том как из двух старых французских атомных подводных лодок можно сделать одну новую на этой неделе 26 апреля исполнилось 35 лет чернобыльской катастрофе это самая страшная авария в истории атомной энергетики но отношение к ней очень неоднозначная очень мифологизированная я бы даже сказал в нашем обществе и вообще в мире зачастую даже по своей практике когда я читаю какие-то лекции или пишу статьи рассказываю о чернобыле я часто встречаюсь с таким мнением что все было засекречено мы ничего не знаем и никогда не узнаем о реальных последствиях этой аварии я хочу сказать что да действительно в то время восемь шестой год уже закат советского союза очень много было сделано в плане информирования неправильно очень много действительно скрывалась однако очень много ученых работала по этой проблеме работает до сих пор и я хочу сказать что чернобыльская катастрофа ее последствия это наверно одна из самых изученных катастроф по тому как она повлияла на людей на окружающую среду и так далее очень много людей людей ученых работала в этой теме и на самом деле огромное количество информации известно и доступны сейчас тысячи научных публикаций доступны есть обзоры обобщающие и вот как раз на этой неделе 26 числа был презентован доклад института безопасного развития атомной энергетики российского российской академии наук где обобщен опыт как раз за 35 лет вот научный опыт последствий этой аварии медицинских в том числе воздействия на экономику на окружающую среду это все можно почитать посмотреть ссылку на этот доклад я дам под описанием к этому видео он небольшой всего около 100 страниц доступным языком там все написано можно посмотреть и ознакомиться кроме того этот доклад был презентован состоялась целая пресс-конференция руководство института и специалистов я очень рекомендую с ней ознакомиться и и посмотреть ссылку я тоже дам она сейчас на вашем экране есть я особенно рекомендую в этом выступлении тем кто интересуется историей чернобыльской катастрофы и ее последствий посмотреть выступление елена михайловна мелеха это заведующая лаборатория проблем коммуникации при оценке рисков то есть она как раз занимается проблемой того как общество относится к той или иной ядерной катастрофе как она его воспринимает почему существует такой дисбаланс между реальными последствиями и тем как это воспринимается в обществе откуда вообще берутся различные мифы какая история то вопросы и так далее вот на примере как раз чернобыльской катастрофы и недавно и аварии фукусиме меня на канале тоже есть запись моей лекции которую я читал пару лет назад когда вышел известный сериал и разбирал мифы и заблуждения связанные с тем как это показано в сериале американском от hbo и с тем как было в реальности какие есть заблуждения мифы ссылка на эту лекцию сейчас тоже есть на ваших экранах саму же чернобыльскую аэс 26 числа посетил глава международного агентства по атомной энергии рафаэль гросси он посетил украину с двухдневным визитом даже прочитал лекцию студентам очень интересную я тоже дам ссылку на нее в описании к ролику там он рассказывает как раз о международном опыте который был извлечен из этой страшной аварии чернобыльской о том как магатэ на это отреагировала и как она собирала данные и анализировал последствия и как это сейчас этот опыт применяется современной архитектуре безопасности атомной энергетики это довольно интересная лекция она правда на английском языке я даже планирую на своем канале делать какие-то переводы интересных англоязычных выступлений или роликов сатан энергетики если вам это интересно напишите об этом в комментариях так вот рафаэль гросси глава магатэ вместе с президентом украины владимиром зеленским помимо того что они посетили площадку они официально дали старт эксплуатации нового хранилища отработавшего ядерного топлива на площадке чернобыльской аэс это хранилище где будет складываться топливо со мной самой чернобыльской станции из каких-то других зарубежных тем более площадок дело в том что чернобыльская аэс это единственная аэс в украине с реакторами рбмк чернобыльского типа и 3 энергоблока на самом деле помимо 4 аварийного они работали и после аварии это малоизвестный факт что чернобыльская аэс на самом деле выработала электроэнергии после аварии больше чем до аварии поэтому отработавшего топлива там скопилось довольно много несколько десятков тысяч тепловыделяющих сборок пока они хранятся в мокрых хранилищах в таких бассейнах на территории самой станции но вот сейчас построили новое сухое современное хранилище когда эти сборки уже будут и достанут из бассейнов выдержки и поместят в такие сухие бетонные контейнеры огромные контейнеры это американская технология очень широко распространенные и такой тип хранения гораздо безопаснее чем тот который сейчас есть поэтому хорошо что такой проект реализуется между прочим на деньги международного сообщества и в том числе россия тоже в это вкладывается кроме того президент украины владимир зеленский заявил на этой встрече что украина будет развивать атомную энергетику и в том числе с помощью технологий малых реакторов это отдельная интересная тема в атомной энергетике и следующая новость из россии как раз связано с ней на днях появилась информация о том что в россии планируют построить пять новых плавучих атомных станций их построят на чукотке для снабжения будущего боимского медно золоторудного месторождения эта территория изолирована чукотка там нет каких-то централизованных сетей электроснабжения поэтому условия инвестора что подведите электроэнергию а мы тогда будем это месторождение разрабатывать и вот было несколько вариантов вернее было два варианта энергоснабжения либо построить там мобильные плывучие электростанции на сжиженном природном газе либо затем появился вариант построить там мобильные плывучие атомные электростанции на На самом деле одна такая ПТС, плавучая электростанция, атомная, уже в России работает полтора года примерно, там же на Чукотке, но в другом районе, в порту Певике. И вот как раз на днях, судя по всему, был утвержден именно проект строительства атомных станций, а не газовых. Их будет 5 штук. Этот проект получается дороже, чем газовые. Капитальные вложения там больше. Но с учетом того, что операционные расходы атомной электростанции меньше, итоговая, финальная стоимость электроэнергии для конечного потребителя, она будет примерно такой же, как и у газа. Скорее всего, этот проект победил в выборе, как-то там правительство решало, какой лучше, какой хуже. Атомные электростанции победили, потому что они требуют гораздо меньше зарубежных комплектующих. То есть это больше ориентировано на нашу собственную промышленность. Дело в том, что для газовой электростанции необходимы турбины газовые, а их у нас в стране качественно, к сожалению, не делают. То есть, скорее всего, там бы поставлялись немецкие, но с учетом внешнеполитической обстановки, в общем, есть определенные риски. Поэтому было решено устроить атомные электростанции, наши, отечественные, развитие той технологии, которая у нас уже есть. И плюс еще тут может быть в том, что это может быть развитие экспортного потенциала. То есть мы их построим, покажем и, возможно, будем затем экспортировать. Но, опять же, надо смотреть на внешнеполитические риски, что там будет через 7-8 лет, когда их планируется построить, и с кем мы там еще поругаемся, и будет ли вообще кому их продавать. Кроме того, Росатом планирует построить одну такую атомную электростанцию малой мощности, и не плавучую, а на суше, сухопутную, в Якутии. И как раз недавно новость буквально этой недели, что правительство Якутии согласилось и утвердило инвестиционное предложение Росатома. То есть они согласились с тем, что им интересно построить такую атомную станцию у себя. Тоже для удаленного района, для разработки месторождений, для добычи полезных ископаемых. Это будет небольшая АЭС, тоже из нескольких, из двух энергоблоков, тоже с реакторами РИТМ-200, которые планируется строить на мобильных плавучих АЭС на Чукотке. И такие реакторы сейчас строят для атомных ледоколов. Например, два из них уже работают на новейшем, самым крупном в мире ледоколе Арктика, который уже работает с прошлого года, собственно, на нашем северном морском пути. К новостям из-за рубежа. Печальная новость из США. Там печально для атомщиков. Там 30 апреля была окончательно остановлена атомная станция Индиан Пойнт. Она находится примерно в 40 километрах от Нью-Йорка. В прошлом году остановили один энергоблок, второй, мощностью 1000 мегаватт. И вот буквально несколько дней назад остановили последний энергоблок, тоже 1000 мегаватт. Суммарно эта атомная электростанция давала примерно 25% всей электроэнергии Нью-Йорка. Огромного мегаполиса одного из крупнейших городов мира. Сейчас ее закрыли. Почему это сделано? Потому что из-за политических соображений. Дело в том, что руководство штата приняло решение несколько лет назад о том, что штат будет переходить на возобновляемые источники энергии. Это, в общем-то, разумное, правильное решение с учетом мер по устранению последствий глобального изменения климата. Попытка сократить выбросы. Это все здорово, замечательно, но есть одно но. Дело в том, что это АЭС, Индиан Пойнт, ее два энергоблока давали гораздо больше электроэнергии, чем сейчас в штате есть солнечных электростанций или ветровых. Тех самых возобновляемых источников энергии. А дело в том, что атомное электричество это тоже низкоуглеродное. Оно тоже производит очень мало выбросов в СО2, тех самых парниковых газов, которые приводят к изменению климата. Я, кстати, недавно делал видео об экологических последствиях атомной энергетики. И там все это можно посмотреть. Сколько выбрасывается, что полезно, что не полезно и так далее. Так вот, по факту получается, что сейчас, закрывая атомную энергетику, выбросы штата будут только увеличиваться. Потому что сейчас солнечных и ветровых электростанций в штате меньше, чем давала электроэнергия эта АЭС. И по факту эту АЭС сейчас заменят просто газовая генерация, которая может быть дешевле, которая может быть сейчас проще ее восстановить, но при этом выбросов-то будет больше. А те ветровые электростанции, которые планируют построить, их построят только через несколько лет. Это будет большой морской ветропарк возле Нью-Йорка. В общем, сейчас его пока нет. Поэтому по факту сейчас выбросы только увеличиваются. В общем-то, экологически различные организации, американские, международные, довольно по-разному относятся к этому решению, к закрытию этой АЭС. Кто-то радуется, антиядерные активисты и так далее. А другие, проатомные активисты, которые занимаются проблемами климата, говорят, что это ужасное решение, потому что выбросы только увеличатся. И, в общем-то, это неразумно. Тем не менее, в США не только закрывают АЭС, но и строят новые, хотя и очень мало. Впервые за последние 40 лет там строится новая АЭС. Это в штате Джорджия АЭС Вогл, 3-4 энергоблок. И как раз вот новость последних недель, то что на 3-м энергоблоке сейчас приступают к новым испытаниям гидравлическим, когда первый контур наполняют водой, под давлением рабочим и температурой рабочей, проверяют его герметичность и рабочие параметры. Это важный этап перед физическим пуском. В конце года ожидается, что на этот энергоблок 3-й уже будут загружать топливо и, собственно, приступать к физпуску. Ожидается, что в следующем году 3-й, 4-й энергоблок этой АЭС уже будут запущены. Поэтому в США с трудом, со сложностями экономическими и производственными все-таки новый АЭС строят. Но они усилиями новой команды Байдена сейчас тоже очень смотрят на интересные направления малых АЭС. То, о котором я рассказывал, то, что и Украина сейчас планирует по американской технологии, и в России сейчас строят малые АЭС. Это, в общем, то направление, которое может в будущем сильно изменить вообще образ атомной энергетики будущего. Поэтому в США, скорее всего, будут активно строить в ближайшем будущем такие вот малые АЭС, малые реакторы. Ну и в конце интересный бонус из области атомных технологий. Не мирных, к сожалению, военных, но он такой забавный, любопытный. Дело в том, что на верфи во Франции сейчас пытаются отремонтировать старую атомную подводную лодку. Ну, она пострадала в результате пожара, ее передняя носовая часть сильно пострадала. И вот они некоторое время думали, что с ней делать. И в итоге выбрали такой вариант, что носовую часть надо отрезать, переднюю часть. И соединить с носовой частью от другой атомной подлодки, такого же типа, но уже списанной. И таком образом сделать одну новую атомную подводную лодку из двух старых. Это довольно любопытное решение. У них есть красивый ролик, я дам на него ссылку. Можно посмотреть, как это делается. А сейчас вы можете посмотреть другие ролики на моем канале. Например, о том, как транспортируют отработавшее ядерное топливо по нашей территории, насколько это опасно. Или о последствиях аварии на АЭС Фукусима, которой недавно исполнилось 10 лет. Чтобы не пропустить другие ролики на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok